Проект российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR-929 будет пересмотрен и переформатирован только под российские и китайские комплектующие. В 2020 году из-за пандемии коронавируса все мероприятия по CR-929 были перенесены в режим видеоконференции, в том числе и Советы директоров. А в конце сентября издание Asia Times сообщило, что проект остановлен, потому что нормальной работе российских и китайских инженеров мешают серьезные разногласия. Теперь о необходимости самостоятельно разрабатывать подавляющее большинство самолетных систем для этого авиалайнера осознали и китайские товарищи. Санкции сдвигают вправо создание этого самолета на 2-3 года, но учитывая опыт разработки в России композитного крыла, текущей программы импортозамещения по МС-21 и Суперджет Нью, а также интенсивно продолжающейся работы по двигателю ПД-35 проект CR-929, будет реализован. В перспективе востребованность машины такого класса хорошо просматривается не только в Китае, но и в России, даже несмотря на то, что с пандемией многие широкофюзеляжные самолеты были запаркованы. Российско-китайский проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который должен конкурировать с лайнерами А330 и Boeing 777, стартовал в апреле 2014 года с меморандума о намерениях по созданию такой машины. Соглашение было подписано в 2016 году в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Проект реализует ПАО Объединенная авиастроительная корпорация и китайская КОМАК через совместное предприятие СИРАИС.